Дай гляну вот так. Ты вороток погнул. Ребята, всем привет! Собрались мы опять вот тут незамедлительно. Уже не в мастерской, потому что тема проверки прочности болтов еще не до конца раскрыта. И как оказалось, вам очень сильно зашла эта тема и очень сильно понравилась. Для тех, кто не в курсе, в прошлом видеоролике мы испытывали титановый болт из сплава ВТ 1.0. Он показал себя не совсем уж так с хорошей стороны. Оказался, как и предполагалось, что это очень вязкий металл, деформируемый. Но зато алюминиевая гайка, которой мы его тянули, показала себя с восхитительной стороны. Чуть ли не 50 килограмм момента мы ей дали. Ну и вот только при таком огромном моменте вот что с ней произошло. Она в общем-то все выдержала, резьба нормальная, все нормально. Только немножко ее сдвинула в сторону. Но это, поверьте, на 50 килограммах момента, то есть это где-то 500 ньютонов метров. Это просто как много. Ну и вот, к чему же это я? Появилась идея теперь проверить алюминиевые болты и проверить титановый болт все-таки из хорошего сплава. Я его выточил для эксперимента, но уже из сплава ВТ-8. Смотрите, какая резьба роскошная. Вообще, что этот, что этот резались превосходно, но у меня резец хороший. То есть он не просто лопаткой заточенный на конус, а есть еще углубление и он реально режет. И получается, ну просто, я не знаю даже как вам это продемонстрировать, но роскошнейшая резьба, просто восхитительная. Дядька, скажи мне, что ты ждешь от алюминиевого болта и от титанового, примерно по килограммам? Он достойный будет, очень достойный будет. Кто он, алюминиевый или титановый? Хочу ему голову свернуть. Мы свернем обязательно. А вот алюминиевый что скажет? Д-16Т? Д-16Т вытянется. На каких килограммах? 10 выдержит? На 8 пойдет уже. Итак, отправная точка. Титановый сплав ВТ-1.0. Мы остановились на том, что больше 9 килограмм его тянуть бесполезно, он вытягивается. Заряжаем алюминиевый болт из сплава Д-16Т, то есть это закаленный дюраль. И посмотрим, какие он выдержит килограммы. Замеряю первоначальную длину болта. К сожалению, в прошлый раз мы не начали эксперимент с этого очень важного момента. И не знали, насколько он сильно вытянулся-то по итогу. Но тут по виткам резьбы видно, просто жуть. Увеличились на 50 процентов витки. Если кто-то не видел видео, друзья, первое и хочет полную хронологию событий с этими испытаниями, можете перейти по ссылке в описании. Я туда подкину это видео, можете посмотреть. Точно так же, как и в прошлый раз, зажали в тиски и будем тянуть динамометрическим ключом. Вот честно говоря, мне больше всего интересно, как алюминиевый болт себя поведет. Дюралевый болт. То есть это довольно-таки прочный алюминий, друзья, не абы какой. А сахар тут есть? Сахар нет, я сказал, кидайте. Он без сахара вкусный. Приятного аппетита всем, кто кушает, ребята. Начинаем с трех килограмм. Давай мы начнем. Тот начинается с четырех. Ох, ну это в основном по мотоциклам и работаю. Вот самый высокоточный у меня. Это вот головки затягивая. Круто. Три килограмма. Вот видишь, начну тянуть и он покажет. Надеваю головку. Понеслась. Поехала, сдвинулась. Три килограмма дали. Три килограмма алюминиевый болт выдержал. Задаем 6 килограмм. Поехали. 6 килограмм выдержал, друзья. Кто-то там говорил, что алюминиевый болт может больше титанового выдержать. Что-то к тому в принципе идет, как я посмотрю. А теперь спокойно можно переходить на более серьезный инструмент, на 8 килограмм. Ну вот 70 ньютон-метра и вот 10. Добавил, фиксирую. Кто-то говорил там про стеклянный чайник. Бережем. Поехали. Что это творится? Слушай, по-моему он мощнее титанового. Что это за дичь, я не могу понять. Титановый на 8 уже крутился, там уже полтора оборота было. Сколько, 10 или 9? Давай будем по 2 килограмма, по 20 ньютонов. Я просто вангую, что он тянутся не будет, он просто лопнет и всё. То есть было 8, может 9? Давай 9. Не будем спешить. Вообще по факту, короче, надо отпускать и заново тянуть. По факту то да, но мы как прошлый тянули, давай будем повторяемость соблюдать. Хорошо. У нас же должно в одинаковых равных условиях. На 10 будет контроль размера длины болта. Если выдержит. Или реклюзь сломается. Выдержал. Мне кажется, эти кулаки поворотные надо облегчать ещё. Что-то я уверовал в этот дюралюминий ещё больше. Нормально. Я так подозреваю, что его даже не потянуло ни капли. Я как бы ничего не вижу, а ты что-нибудь видишь? Тут же вот лежит инструмент. Видеть ничего не надо, надо просто взять вот так и не вставляется. Вот, значит вытянулся он на одну десятку получается или это сотки у тебя? О, сотки, 0,02, то есть одно деление и две сотки. Да, ну на одну десятку. То есть было 86, стало 96. Значит мы естественно не будем останавливаться и сейчас будем продолжать его ломать. 12 без смазки. Выдержал 14. Все уже. Все. Да. Ух, чуть-чуть, 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 экстрим пошел. Еще кровь, дрыснула кровь. У тебя? Нет, еще кровь, коррор. Ну вот так, друзья. 14 не выдержала, но где-то между 12 и 14, 13 килограмм наверное выдержала. Ну это предельно. Вот в половину можно затягивать как минимум. И главное, что он жесткий, он не тянется. Чуть-чуть потянулся, всего лишь немножко. Дюраля не сделана тянутся. Можно склеить. Выкручивается? Да, я ногтями выкручиваю. Резьба хорошая, ничего не замяло. Не нарушено ничего. Пенек. Гужон. Так, теперь пойдет титан. Пока что чемпион у нас по-прежнему вот этот. Выдержал более 40 килограмм. Этот титановый в прошлом видео выдержал больше 21. Но он сильно вытянулся при этом. И тянуть его начало такое чувство, что после 80 килограмм. Этот выдержал 13 килограмм и только потом лопнул. Но он вообще не тянулся. Теперь наша цель проверить вот этот. Этот тоже титан, как и этот. Только это VT-10. А это что-то типа VT-8. Это крутой титан. То есть если этот будет слабый, тогда я уж не знаю, что сказать. Плакать будем. Потому что везде у нас титан закручен. И в мотоциклах, и в машинку я там снабжаю титаном. Причем шпилька эта сделана с использованием резьбовых калибров. То есть тут она высокоточная резьба. Разводим замер. Этот из разряда не тянущихся. Но все же интересно. Сейчас точно 51,9. Замер произведен. Тут все должно быть серьезно. Баловаться не будем. Сразу 10 килограмм. И с шагом 5 килограмм, я думаю, пойдем. Перепроверяем. Ровно 100 ньютон-метров. Ньютон-метров. Тут вообще ничего не тянется. Ничего не тянется. Поехали. Это 15 килограмм. 15 есть, не тянется. Да. Вообще не малейшего болта. Я чувствую болт, что не малейшего болта. Может отпустим, померяем? Нет. 20 смело можно давать. Мне уже страшно. Да ладно. Ну хорошо. Ну тот 20 смело выдержал. Погнали. Все, силы закончились. Так, лететь туда. Ну вот нормальный титан. Все нормально с ним. Вообще отлично. Контрольный замер. Да ну нахрен. Не вытянулось, да? Не насунулось? Ну вот да. Вот оно, вот оно, вот оно. Да. Это уже область грешности. Ну пусть да возьмем. Ну не считается. Сотка там туда-сюда. Оно как бы уменьшилось. 91 же было, нет? Разве? Ну посмотрим на записи, ребят. Да, да. Я тут под такими впечатлениями, что я уже ничего не помню. Что там было. Снимай еще раз, ребята. Вот посмотрите. Короче, он не вытянулся даже на сотку. Да, 200 ньютон-метров. Ньютон-метров. Все, берем мастак. Где мастак? Вот мастак. Я возьму дальше, что сделаю. И будем тянуть теперь до окупения. Давай. Можно было бы конечно и помощнее артиллерию, но мы не нашли переходник, ребята. Вот есть такой еще с большим квадратом. Это три четвертых, да? Или сколько? Вот, а тут одна вторая. Ну не нашли переходник. Будем тянуть вот этим. Килограмм до 40 дотянем до 50 и остановимся, чтобы ничего не лопнуло. Вот, я думаю, он выдержит. Все же болт серьезный уже и сплав серьезный. Надо отойти подальше от тебя. Если что, буду лететь в сторону ракеты. И чтобы ничего там не насадиться, надо что-то поубирать. Поехал, да? Поехал. Ты стремись вниз лететь? Зачем туда лететь? Да, вот туда компьютер и все такое. Все, уже пошло или нет? Сейчас я покрутил. Перед замером откручивали и как бы мы этот момент нарушили? Сейчас заново закрутка идет. Ну и как оно? Так это прынь и может тут лопнуть? Может тут сюда полететь? У меня уже от страха потеет. Да, волнуйся. Сколько килограмм? Поворотку что, не видно что ли? Он гнется по моему. Все, вывернуло из тисков. Ну 40 было. Давай сейчас еще крутанем и померяем насколько он вытянулся. Давай. Ниже наклони его. Подожди, подожди. По другим углам. Нет, не так. Я лучше сейчас потяну его резко. Хочу потянуть. Да, он же может лопнет. Ты полетишь, а потом не полетишь. Ты же полетишь. А вниз ты куда полетишь? Вниз не полетишь. Вот так ставь и прям запручь. Не, шучу. Вороток отличный. Поехали дальше. Отличный только гнется. Выкинул по моему. Нет. Нет? Он по моему вот так вот вообще всё сжимается. Ну и что, будем смотреть? Вороток хоть не погнул? Дай гляну вот так. Ты вороток погнул? Да, хороший вороток был. Все, хорош. Давай еще. Вороток уже погнул. Да, нет, нормально. Давай гнем дальше. Ты погнул вороток. Поехали дальше. Снимай. Сломается. Испытываем, значит, что мы испытываем. Мы испытываем вороток, гайку, титановый болт, тиски. Стол. И стенку. Нет, нет, нет. Дальше что? Выкрутил из тисков. Да, всё. Можно на этом и заканчивать испытание. У меня что-то, ты знаешь, это я побаиваюсь. Может быть кому-то надо дать вот это, чтобы попытались теперь открутить её? Давай откручивай. Явно дали нагрузку больше, чем стальному болту. Но надо уметь останавливаться, друзья. Потому что уже согнули вороток немножко, ибо чрезмерный момент, чрезмерные нагрузки. Всё-таки этот титан очень крутой и на него можно положиться и понадеяться. И при всём при этом он весит гораздо легче стальной шпильки. Да я хоть попробую разок. Давай, на, на, на. На, пожалуйста, ради бога, на очки. Со свежими силами. Гайки с адамантия. Болт тоже. Берем резьбовой калибр. Здесь болт М12 шаг полтора, друзья. В начале четко. В конце четко. Получается, что он на десятку вытянулся? Да, на восемь соток вытянулся. По итогу испытаний, друзья, выявилось у нас, что есть два болта из адамантия и одна гайка. Вот этот выдержал все. 40-50 килограмм, не знаю сколько, вороток согнулся немножко. Этот тоже выдержал все и его тоже дальше можно было бы затягивать, гнуть вороток. Но тут мы вовремя остановились. Также хорошо себя проявил дюралевый болт. Выдержал довольно-таки много. 13 килограмм на 14 лопнул. Ну и самый, как мне кажется, плохой вариант, это болт из титанового сплава ВТ 1.0. Вот ВТ 8 это круто, а ВТ 1.0 это совсем печально. Ну вот как-то так, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите это видео лайком. Я его должен был снять именно вот сейчас, либо никогда. Решил сделать для вас уже продолжение испытаний. Надеюсь, оно вам понравилось. Всё, всем пока, до новых встреч!